спасибо всем что пришли, я инструктор балалаев данил, ну или для краткости балдан, и вы на курсе огнестрел для чайников. оружие это увлекательно, но мы вас научим еще и безопасному обращению с ним, аккуратности и конечно же экономии. так так, это у нас возможность для обучения, отлично. не смущайтесь, понимаю, вы этого не ожидали. но ребят, нам нужно абсолютно полностью воздержаться от стрельбы в классе. это все-таки надо делать на стрельбище. ладно, ничего? еще два шикарных урока. первый, извлеченный магазин не подразумевает, что оружие разряжено, и второй, нам категорически нельзя держать палец внутри спусковой скобы, пока мы не на стрельбище, нацеленные на мишень. но все хорошо, ценю ваш энтузиазм. так, ребята. теперь кто? я не злюсь, совершенно не злюсь. просто вопрос, кто сделал канцелярский выстрел. все нормально. так, ребята, вот это отличная возможность научиться накладывать на ножку жгут. разрушительное ранчо. перевод и озвучка. привет с разрушительного ранчо. меня звать мэтт, и че ты тут стремянка забыла. можно обойти, но самое короткое расстояние-то это по приморь. у нас за господи. ладно, не проблема. заготовлена для вас куча крутотеней. вам точно все должно понравиться. зацените. у нас куча зеркал. и мне интересно всегда было, да и вы постоянно пишите мэтт, сколь зеркал надо, чтоб пулю словить. многие говорят, эй, нельзя стрелять, разбивать зеркала, плохо это. ну ерунда все это. ааа, черный ворон, ешкидрын, здоровенный! шел! вали отседого! да ну пшел! как во всех роликах разрушанчо, начнем мы с 22 лонграйфл из этого. это келтек ср 33, классный такой, двухрядный мага с толпой 22х. посмотрим чего будет. блииин! так, во первых я ошибся, мага с 4х, точнее двойной двухрядный. офигеть, пуля разбила.. пяток зеркал за первым, а в первом просто дырочка. видать быстро летела, пронзила просто. значит раз, два, три, четыре, пять, шесть зеркал разбиты, седьмой не тронуты. ну этим хана.. а это еще раз можно. видать надо повышать калибр, парни! и девушки никого не хотел забыть. волнуюсь, что все их разобьем, поэтому три куска вот поставил. значит первая целая в седьмой прорези, а перед ним четыре еще. не забыть их посчитать. ой елки. наступил на осколок. давайте нормальный мужской калибр. 9мм. из глока 17 цел. тээкс.. о, ворон здесь! пошли смотреть. один, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь, девять, десять. 16. и на семнадцатом немного пыли. лады. нужно 17 зеркал, чтобы 9мм остановить. но есть калибры крупней. а, че? мл. о, монетка, решка и верх, класс! повысим до 7,62 на 39 из калаша стрелять буду сквозь все эти осколки.. зеркальные наши. посмотрим, смогу ли их все пробить. ну с упора пальну, чтоб по мяче попасть. ухты. ладно, ниче. лады, упор мой будет вот здесь. не все разбились. очевидно пробило все, кроме тех, что оставались целые. как так? давайте еще раз. походу снова будете насчет стеклянной пыли в легких писать. вы вечно спрашиваете. мэтт, сколь надо зеркал, чтоб пулю остановить. пуль не пробиваемый ли зеркала, вечно получаю такие вопросы. это конечно же не мы придумали, это вы сами хотели. а мы стараемся угодить разрушанщикам. и вот мы знаем. блин. зеркала совсем даже не пуль не пробиваемый. спасибо вам, за просмотр. люблю вас. и до встречи. все просто, одно правило у нас на ранчо. ни слова жене.